МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала Ягуль Нуржакен. Сегодня в программе. Каскадную площадь затопило. Идея создания частного приюта у людей с повышенными потребностями может быть уничтожена. Роболэнд в Караганде. Самый крупный казахстанский фестиваль робототехники состоялся в шахтерской столице. Обо всем более подробно. Ранее мы рассказывали о судьбе 15 инвалидов, живущих в поселке Вольный, что находится недалеко от города Абай. У людей была идея создать свой дом милосердия. После вмешательства прессы к жителям приезжали волонтеры и просто неравнодушные горожане. Привозили еду и одежду. А власти Абайского района обещали помочь жильем. Но сейчас происходит обратное. Идея создания частного приюта для людей с повышенными потребностями может быть уничтожена. Четыре года назад пастыр Сергей Безман приобрел жилой участок в дачном поселке для людей, которые когда-то сбились с жизненного пути, но теперь исправились и хотят жить. Их было не так много, но с каждым годом к ним прибавились нуждающиеся. Сейчас их 15 человек, объединенных одной идеей. Все документы на частную собственность имеются. Они прилагают все усилия для того, чтобы реализовать мечту, создать свой дом милосердия. У некоторых из жильцов серьезные проблемы со здоровьем. У людей нет возможности приобрести необходимые медикаменты и пройти лечение в клиниках. Представители Акимата Абайского района предлагают расселить инвалидов по реабилитационным центрам. Там они могут пробыть не более двух месяцев. Они боятся, что опять останутся бездомными. Кроме того, людям с ограниченными возможностями проще находиться среди себе подобных. Я была в адаптации, мне там два года было. Документы не сделали, но я не пойду. Я уже здесь останусь. Это уже ваша семья стала, да? Да, я тут уже четыре года будет, как в августе вот. Как меня сюда пастор привез. Без мам. Если люди хотят жить своей коммунной, если они обслуживают себя сами, если у них запрет на вредные привычки, то почему бы властям не помочь людям с ограниченными возможностями юридически оформить их статус. Асель Сазамбаева, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. Вода из колодца на Каскадной площади затопила территорию от проспекта Бухаржирау до улицы Воинов-Интернационалистов. К колодец относится и обслуживается КГП управления парками культуры, отдыха и скверами. Управление пояснили, что причина затопления – задвижка, которую прорвало. Они обратились с письменной заявкой в Караганды-СУ для ликвидации аварий в счет платных услуг. Согласно видов иной деятельности, согласованных Департаментом комитета по регулированию сексуальных монополий и защите конкуренции по Карагандинской области, то Караганды-СУ вправе в счет платных услуг произвести работы на сетях, не состоящих на балансе предприятия. Сегодня, 4 апреля, бригада Михайловского цеха водоснабжения согласно заявке КГП управления парками работает на ликвидации аварий на Каскадной площади. Совет по этике провел 12 заседаний. Чиновники области рассмотрели более 50 правонарушений госслужащих. Все рассмотренные дела были направлены в соответствующие органы для привлечения к ответственности виновных. 17 дел из разряда коррупционных преступлений. 11 чиновников были признаны несоответствующими своим постам. Шестеро уволены. Также чиновники получили дисциплинарные взыскания, строгие выговоры. Подробности в материале Аймамрины. Среди наказанных чиновников есть высокопоставленные работники корпуса А сотрудники министерств и правоохранительных структур. Председатель Совета по этике рассказал, что их силами были внесены предложения по профилактике коррупции. В 2015 году решением Совета по этике были наказаны 43 госслужащих. 17 из них совершили преступления, допускающие коррупционные проявления. Из наказанных один человек работает в корпусе, а 9 человек работали в подведомственных министерствах органах. Один сотрудник правоохранительной службы и остальные возглавляли государственные учреждения. Аким области дал поручение продолжать данную работу и привлекать нарушителей порядка к ответственности своевременно. Также он предупредил о персональной ответственности каждого чиновника за себя и своих подчиненных. А имам Рена Улжас Габасов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Артелор Миттал Тимиртау не вовремя выплачивает задолженность своим субподрядчикам. В прошлом году из-за этого были нарушены права нескольких сотен трудящихся. На сегодняшний день в целом по области не могут получить зарплаты 700 человек на 10 предприятиях региона. Прокуроры насчитали задолженность в миллионах. Подробности далее. В прошлом году благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по зарплате на сумму 463 миллиона тенге. Защищены права более 6 тысяч работников. Например, Тимиртауский электрометаллургический комбинат выплатил полутора тысячам работникам 53 миллиона тенге. А в текущем году трудящимся были возвращены 15 миллионов тенге. Среди прочих должников числился и Жасказганский музыкальный колледж, который вернул своим специалистам 4 миллиона. Есть 7 предприятий, которые в этом году погасили частично за задолженность по своей зарплате, но при этом работы по погашению оставшейся суммы, они еще проводятся. Вдвое снижено задолженность именно проблемных предприятий, то есть у тех предприятий, у которых на стадии банкротства находятся, либо бездействующие. Так, если на начало прошлого года у нас была задолженность по таким предприятиям на сумму 154 миллиона тенге, то к концу 2015 года данная сумма была вдвое снижена до 74 миллионов тенге. Расплатилась долгами в размере более 37 миллионов тенге и администрация ТО «Тройтек». 120 человек получили невыплаченные зарплаты за три года. В 2015 году были начаты разбирательства по трем проблемным предприятиям банкротом – это ТО «Булат», «Инвестком-2030» и «Сарань-резинотехника». Общий долг этих объектов составил более 38 миллионов тенге. От их неплатежеспособности пострадало 77 специалистов. Прокуроры объясняют, что многие должники дислоцируются в Тимиртау, а не являются субподрядчиками компании «Арселор Миттл». У Арселора образовалась задолженность перед ними, соответственно, те не могут им выплачивать. Внести Арселор в акт терроген мы не можем. То есть, это договорные правоотношения, они регулируются непосредственно гражданским кодексом. То есть, для этого, соответственно, те предприятия, у которых есть задолженность, они обращаются в суде на порядке с иском в суд о взыскании задолженности Арселора Миттла. В дальнейшем уже применяются меры исполнительного производства. То есть, это могут быть арестованы щита, имущества и применены именно меры уже таким принудительным характером в отношении Арселора. С 2015 года внесено 108 актов прокурорского реагирования, по которым наказано в дисциплинарном порядке 31 лицо. Привлечено к административной ответственности 18 руководителей. Аймам Ринаул, Жас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Второй международный фестиваль робототехники «Роболэнд-2016» прошел в Караганде. В стенах спортивного комплекса «Жастар» за победу боролись более 400 участников. Это 229 команд из 12 регионов Казахстана. Кроме того, в смотре приняли участие команды Российской Федерации, города Санкт-Петербург и Уфа, также Сербии. Мероприятие отличается широким размахом и большим количеством новых решений. Это крупнейший фестиваль робототехники в Казахстане. Его участники – общеобразовательные школы, организации дополнительного образования, колледжи и специализированные школы для одаренных детей, а также представители Назарбаев интеллектуальных школ, частные робототехнические клубы. Отрадно отметить, что Карагандинская область занимает верхнюю позицию в списке ожидаемых лидеров соревнований. Такого количества открытых клубов и кружков робототехники, как в нашем регионе, нет нигде в Казахстане. Только за последние полтора года в шахтерской столице появилось 40 специальных секций. На торжественном открытии фестиваля поздравил участников и сказал слова на путстве Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. «Этот фестиваль, буквально за два года, в прошлом году где-то распространяется, и от нем уже, как мы видим, большую популярность среди казахстанцев, особенно среди молодежи. Ученик седьмого класса Евгений Сабаев начал увлекаться техникой не так давно. Немало сил и времени потратил на создание своего робота. В выставках принимал участие всего один раз. По словам школьника, робот может выполнять любую мелкую работу по дому, если его правильно запрограммировать. Евгений Сабаев не собирается останавливаться и готов работать дальше». «Сама базовая модель собирается довольно быстро, минут за 15-20. Предназначен он для разных задач, смотря какие датчики ему присоединить и что вообще требуется». В рамках фестиваля состоялись обучающие семинары для педагогов, мастер-классы, выставки и презентации робототехнической продукции. На дискуссионной площадке обсуждались вопросы внедрения курса робототехники в образовательный процесс. Соревнования проводились по 13 номинациям, где были выявлены лучшие из лучших. «Мы говорим об образовательной робототехнике. Это немножко, скажем, игровая форма, та, которая может быть интересна детям. Немножко облегченное программное обеспечение, чтобы они могли ее изучить и двигаться дальше. Смысл робототехники, когда программа управляет процессами и механизмами, он единый и для бытовой робототехники, и для образовательной. Но здесь главная фишка – это чтобы дети проявляли интерес». С 2014 года в организациях образования Карагандинской области внедряется курс робототехники. Создано 35 учебных кабинетов, оснащенных специальными наборами и учебной литературой. Учителя школ прошли курс по методике преподавания робототехники и были обеспечены соответствующими учебно-методическими комплексами. Робототехника – это большая перспективная наука, состоящая из трех основных направлений – программирование, конструирование и радиотехника. И это новый шаг в будущее. А сердце Замбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Караганда не забывает знаменитых земляков. 1 апреля появилась мемориальная доска памяти руководителя первой областной музыкальной школы и участника Великой Отечественной войны Базылхана Жолымбетова. О церемонии открытия расскажет Лариса Хусейнова. Базылхан Ибраевич Жолымбетов – участник Великой Отечественной войны, первый директор областной музыкальной школы. Всю свою жизнь он посвятил музыкальному образованию подрастающего поколения. В 1948 году по инициативе Министерства культуры КАСССР в Караганде по улице Джамбыла открылась музыкальная школа. Родоначальница классического образования в регионе. Назначенный в то время директором Базылхан Жолымбетов стал основоположником музыкального образования Сарыарки. Человек, который после военных годов, придя сюда директором, набирал педколлектив из числа репрессированных людей, которые были сосланы к нам сюда, в Карлак. И в то непростое время он находил какие-то слова, убеждал этих людей, что они нужны здесь. И эти люди оставались здесь, создавали свои семьи, работали. И вот в процессе этой работы, в процессе нескольких лет они выпустили очень много талантливых музыкантов, которые сейчас по всему миру. Право открыть мемориальную доску предоставили дочери Базылхана Жолымбетова – Гульдане Жолымбетовой. Следуя примеру своего отца, Гульдана Базылхановна посвятила всю свою жизнь творчеству и добилась больших успехов. В свои 67 лет она почетный член Международной музыкальной ассоциации в Америке, лауреат многих международных конкурсов. Гульдана Жолымбетова приехала из Соединенных Штатов Америки, чтобы выразить слова благодарности за память и высокую оценку отцовского труда. В честь открытия мемориальной доски прозвучала концертная программа. На церемонии присутствовали родные, близкие и кто просто был знаком с творчеством Базылхана Жолымбетова. В Караганде зажглись новые звезды. 20-й конкурс молодых исполнителей и ведущих шоу-программ «Жаз-канат» подошел к концу. Кто из участников занял призовые места и как прошел гала-концерт, расскажет Екатерина Фанасьева. Волнение участники скрывали за широкими искренними улыбками, шансы на победу были у каждого конкурсанта. Жюри оценивали способности молодых исполнителей и ведущих шоу-программ, обращая внимание не только на способности, но и на сердца участников. Среди исполнителей очень хорошие и талантливые исполнители. У них есть хорошие перспективы для того, чтобы заниматься творчеством. Поэтому я им хочу пожелать удачи. В 20-м областном конкурсе «Жаз-канат» первое место среди ведущих шоу-программ занял карагандинец Алихан Абулбаев, а выпускница Карагандинского музыкального колледжа искусств имени Таттимбета Арманай Абдумамунова взяла гран-при. Девушка участвует в конкурсе второй раз. Первый раз два года назад. Она получила лишь сертификат, но не потеряла надежду и решила принять участие еще раз. Все соперники были сильными. Конечно, отличиться среди них было непросто. Причиной моего участия в конкурсе было желание увидеть себя в качестве певицы. Организаторы остались довольны этим юбилейным годом. Созвездие талантливых певцов в Казахстане будет и дальше пополняться известными именами и красиво звучащими голосами. Я считаю, что 20-й юбилейный конкурс – это очень важное событие именно для организаторов этого конкурса. Почему? Потому что за 20 лет было уже очень много опыта, было уже очень много сделано, проложено, вложено души и всего остального. Галоконцерт с участием лауреатов прошлых лет и церемония награждения победителей порадовала как конкурсантов, присутствующих гостей, так и зрителей. Екатерина Афанасьева, Жак-Сылык-Нуртай, Александр Церикидзе – Первый Карагандинский. И последнее. В нашей области уделяют особое внимание юбилярам, которые внесли весомый вклад в развитие культуры и спорта. В Четском районе Управление спорта организовало чествование женщины-матери, которая воспитала не одно поколение спортсменов. Карагандинская область славится великими спортсменами в разных видах спорта, в том числе и единоборства. В Шетском районе у матери и бабушки великих спортсменов был юбилей. Управление спорта устроило большой праздник для Бакизы Тума Бакизы в честь ее 75-летия. В честь тренера является воспитание спортсмена в спортивных достижениях, а вот дать воспитание в человеческих отношениях – это является непосредственно обязанностью родителей отца и матери. Бакиза Тума Байказы воспитала не одно поколение спортсменов. У женщины 8 детей, около 30 внуков и правнуков. Ее сын Кайдар Канжанов – директор детско-юношеской спортивной школы Шетского района Шас Сункар. Внуки женщины достигли многого в спорте. Бимбет Кажанов – трехкратный чемпион мира по самбо. Жан Сайс Магулов – претендент на олимпийскую лицензию. Айден Дартаев – чемпион Казахстана по дзюдо. Каждый турнир я, находясь дома, очень переживаю. Жду возвращения моих спортсменов. Я видела и падения, и взлеты. Каждый период мы проходим вместе. Горе это или радость. Самое главное для меня, чтобы в семье все были здоровы. Бакиза Тума Байказы вложила немало сил, терпения и любви в своих детей и внуков. Такие матери в нашем государстве являются примером для подражания. Екатерина Афанасьева, Жексулык, Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Аманцев был на старте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова